Для чего тогда вообще искусство? То есть, нам в школе говорили, что искусство всегда должно нести какую-то идеологическую цель. То есть, если мы занимаемся искусством, мы должны чему-то двигать человечество. То есть, миссия художника, поэта, автора музыки в том, чтобы к чему-то двигать человечество и, безусловно, к хорошему. Тогда получается, что эти люди, свободные художники, они эгоисты такие. Они просто хотят себя выразить через вот эти вещи, и они не хотят никуда ни к чему дуть. Или они уверены в том, что это хорошо для человечества. Мне еще кажется просто, что незрелое искусство, такое детское искусство, оно направлено просто на бунт, чтобы что-то сломать. Сломать какие-то табу, кого-то шокировать и так далее. А более зрелое искусство, уже взрослое, оно направлено на то, чтобы созидать уже. Нам написала расторопная улиточка. Мы сейчас прочитаем ее комментарий. Да, потому что даже улиточки слушают нас. Один и тот же объект может быть абсолютно нормальным или слишком откровенным для разных сред, исторических и географических. Например, изображенная обнаженная женщина нормальна для эпохи Возрождения или, например, для каких-то африканских стран. Или, например, для фотографини у XX века. Продолжай. Да, где женщина одетыми вообще не ходит в африканских некоторых племенах. А вот для европейского общества в нашей реалии это уже будет откровенность, выход за рамки, ну, галышом ходить по улице. Скорее всего, это будет в лучшем случае эротика, в худшем даже пошлости. Совсем нет, а как же нудистские пляжи? И нудисты, которые всех убеждают, что это нормально. Ну, я не спорю с комментарием, конечно, от культуры многое зависит, но не знаю, Бог же одел человека когда в свое время. Ух ты как. Да, давай дальше. Дальше читай. Света пишет, очень интересная тема. В настоящее время грань недопустимого отсутствует и распространяет все недопустимое искусством. Можно легко благодаря интернету. Но это о границах. Недавно на работе слышала, как один молодой специалист с медицинским образованием, очень воспитанный, рассказывал действительно с упоением о сериале «Декстер». Реклама у нас прошла сериал, так что жестоковыйный сериал, жестоковатенький, по-моему, сериал о том, как маньяк ищет и убивает других маньяков. Это еще грубо сказано. Правильно, нечего. А вы должны друг друга истреблять. А к тому, что люди сейчас готовы впитывать себя и принимать... Я к тому, что люди готовы сейчас впитывать себя и принимать всю информацию, где уже нет рамок дозволенного. Иногда мне кажется, что все сводится к тому. Давайте больше жести, больше насилия, больше эротики. Но самое страшное, к тому, что люди это хотят видеть. И тогда действительно встает вопрос, кто диктует рамки? Такое общество, которое жаждет этого? Или художники и другие творческие личницы, которые так себя выражают? Я согласен с Александром, что встает проблема личности. С Александрой. Александра. Может быть. Ну, значит, ты с Александром. Ты думаешь, Александра это так не считает? Какой-нибудь. Которая находится под влиянием многих факторов. Я шучу, конечно. Но вот здесь мысль, кто диктует общество. Ну, если вину взвалить на художников и творческих личностей, которые должны человечество куда-то двигать, то, может быть, они виноваты, конечно. Дальше Индира пишет. Такая проблема была во все времена, потому что, как говорит Иисус, он обращается к Священному Писанию, добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Евангелие от Матфея, 12 глава, 35 стих. Зло выходит изнутри, а не снаружи. В какие-то времена агрессия, насилие, эротика были тщательно скрываемы. И я считаю, что это правильно, так как Иисус также говорит, светильник для тела есть око. Итак, если око будет чистым, то все тело будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темным. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Субтитры создавал DimaTorzok